чем сегодня будем заниматься. Итак, коллеги, еще раз приветствую всех, кто сегодня с нами, кто к нам присоединился чуть попозже, и всех, кто присоединится еще или будет смотреть нас в записи. Тема нашей сегодняшней встречи – это какие ГОСТы нам понадобятся для составления методических рекомендаций по оформлению письменных работ. В основном, конечно, будем говорить про ВУЗы, чуть-чуть, немножечко про колледжи. Ну, а если есть школьные преподаватели, примерно то же самое, но только в максимально упрощенном виде, пожалуйста. Не перегружайте своих учащихся дополнительными правилами, требованиями. Не нужно, пожалуйста, этого делать. Но все-таки, как бы мы не креативили, разрабатывая наши методические рекомендации, все-таки весь наш креатив должен лежать в рамках тех ГОСТы, которые существуют и которые нам необходимы для того, чтобы наши методички были хорошими, грамотными и помогали, а не усложняли жизнь наших студентов, учащихся, выпускников. Вот сегодня про это мы с вами и поговорим. И сразу вот такой, да, вот наши вопросы, которые мы сегодня с вами рассмотрим. Небольшое вступление у нас будет про ужасы и кошмары, которые в наших ГОСТах иногда проскакивают. Ну, как ужасы? Они прокрадываются, но потом остаются и вызывают большие затруднения у тех, кто пытается этим методическим рекомендациям следовать, исследовать честно, соблюдая все правила. Поэтому вот эти моменты в самом начале разберем. Потом мы с вами посмотрим, какие есть ГОСТы для оформления ВКР, курсовых, магистрских работ и прочих. Такой топ самых важных ГОСТов. И плюс еще дополнительные ГОСТы, которые нам могут понадобиться. Ну, и покажу вам одну такую схемку, которую мы сами использовали, когда разрабатывали свои методички. То, что помогает определить, какие же ГОСТы нам брать и вообще из каких частей эта методичка состоит. Но сначала про веселое, страшное и грустное. Вот в методичках существует примерно та же ситуация, очень часто, по крайней мере, не во всех, да, но очень часто с ней сталкиваешься, о которой в свое время еще Эдвард Рубинович Сукиосян говорил, правда, относительно библиографии и работы библиографов. Но насколько это вот знакомо, особенно для тех, кто писал методические рекомендации по оформлению работы, ну, наверняка очень много знакомого вы услышите. Ну, во-первых, стандарты у нас носят рекомендательный характер. А значит, мы можем в тех частях, где дается свобода выбора, да, проявить свой креатив, сделать эту свободу выбора. И вот об этом он как раз и писал, как раз относительно библиографических стандартов. Поделился своим наблюдением в одной из статей, что в каталогах многих библиотек отсутствует такой единый подход, единая политика в тех случаях, когда стандарт ГОСТы предлагают или предусматривают такое право выбора. Можно так, а можно и так. Можете таким способом сделать, а можете таким. Можете включить, а можно и не включать. Можно сократить, а можно написать полностью. И краткая форма библиографического описания, например, может быть дополнена какими-то факультативными элементами или сейчас условно обязательными элементами. И вот он писал, что если в библиотеке каждый каталогизатор сам решает вопрос о границах вот этой факультативности, о границах вот этого креатива в рамках выбора, то в каталоге могут оказаться записи разные по элементам. Один пишет так, другой пришел со своими требованиями, третий пришел, свой подход применяет и получается каша. И вот такая вот самодеятельность, как он пишет, она, в общем-то, здесь ни к чему. Если в стандарте разрешены варианты, то этот доступ не для конкретного человека, не для конкретного каталогизатора или конкретного отдела библиотеки, а должны быть все-таки приняты единые для всех правила, зафиксированные, например, в том же распоряжении дирекции или в каких-то правилах в рамках данной библиотеки, чтобы у нас в каталоге был порядок. Примерно то же с методическими рекомендациями. Эта кафедра хочет так пишет, другая кафедра, а мы вот так напишем. Нет, ну есть же положение ОВКР, и если там эти правила строго зафиксированы, мы все должны им следовать. Если же они предлагают нам право выбора либо различные варианты, то, конечно, опять же, хорошо бы это как-то общий стандарт для всего ВУЗа или хотя бы факультета разработать. Потому что получается так, я с этим сталкивалась, когда студенты приходили в ужасе и говорят, у меня почти готовая курсовая работа, уже почти все оформил. Ну вот там по ряду причин человек переводится с одного факультета на другой. Все экзамены сданы, все хорошо, все. Но переделать, срочно переоформить, а потому что у нас вот так оформляется список источников или а у нас ссылки подстрочные, а не за текстами. А у нас свое, да, царство. То есть вот об этом хорошо бы заранее подумать и хорошо, если вот такие вот стандарты, они все-таки в распоряжениях, в положениях у ВКР, в положениях о курсовых работах хотя бы на уровне факультета закреплены, а уж на уровне ВУЗа это было бы замечательно. Но что есть, то есть. Поэтому, как библиографы, которые составляют список или пособие, всегда стремятся соблюдать некие вот эти единые принципы, также и нам, наверное, тоже стоит этому это позаимствовать. Коллеги, вижу, нет звука. Нажмите, пожалуйста. Так, нажмите, пожалуйста, на значок «Огонек» есть ли звук. Ага, есть, вижу. Со звуком все нормально, да, отлично, спасибо. Сейчас я напишу нашим коллегам. Работает, отлично, спасибо. Немножко будем отвлекаться, но что поделать. Так вот, хорошо бы нам тоже вот такой вот, таким вот стандартом для оформления наших работ может являться и методическая рекомендация, и хорошо бы, если ее согласовать вот как кафедрам между собой, факультетом. А если уж на уровне вуза, это вообще будет единый стиль оформления, единые требования предъявляемые, то вообще без проблем. Ну, это все так про идеалы, но тем не менее проблема очень часто возникает в тех случаях, а чаще всего наши студенты именно так и ищут, и подбирают литературу, когда часть библиографических, ближе всего библиографии, поэтому про нее и говорим, часть библиографических записей они берут, формулируют сами, имея источник перед глазами, другую часть они заимствуют откуда-то из электронных каталогов или баз данных библиографических или реферативных, слава богу, если там это есть. А иногда бывает, что просто из чужих работ. Ну, чего греха таить, такое случается. Да, мы берем просто... А, у меня такая же книжка, раз, оттуда описание взяли. А то, что это другое издательство, другое издание, другой год, а, соответственно, там может быть другой формат и другое количество страниц, мы на это внимание можем не обратить. Ну, взяли и поставили. А ссылка, ваша ссылка бита, оказывается, потому что не совпадают те страницы, на которые мы ссылаемся в своей работе, с тем, что мы указали в списке источников или в наших ссылках, просто не проверив этот источник. А потом такие вот вещи, они должны быть прописаны. И общие требования к библиографическим записям, как оно должно быть все приведено в списке, тоже должен быть такой вот единый какой-то стандарт. Стандарт тоже не придумывается, он формируется в рамках тех ГОСТов, которые у нас есть. Вот про них мы и поговорим. Но сначала несколько примеров, как могут, коллеги, четкость формулировок, обязательно четкость формулировок в методических рекомендациях. Вот вам пример. Два примера из... Реальные примеры из реальных методичек. Кто, что, откуда говорить, конечно же, не буду. Вот первый пример. В список литературы, вот это написано в методичке, в обязательном порядке должны быть включены все источники, на которые есть ссылки в тексте работы, а также те, которые имеют непосредственное отношение к теме исследования, даже если они не цитируются. Это как? То есть я могу взять список из похожей курсовой работы, из похожего диплома. Но он же относится к моей теме. Примерно по той же теме написано. И просто раз и поставить. А я вот вдохновился этими источниками. Может быть, здесь имелось совсем другое в виду, что если вы можете упоминать эти источники, но не цитировать их, не давать прямое цитирование, то их тоже можно и нужно включать в список источников. Это уже другой вопрос. Но про это здесь ничего не написано. Я как студент понимаю это так. Вот я что-то где-то прочитал, вдохновился, ни слова про это в тексте работы не написал, но зато список источников поставил. Представляете, как можно увеличить количество прочитанных, исследованных источников научной литературы? Аж 100-200 экземпляров. Ну это же меня все вдохновило. А где оно? На что оно тебя вдохновило? На какие выводы? На какие исследования? Все равно ты об этом должен как-то в работе-то упомянуть. Хоть упоминанием в аналитическом обзоре вовведения, вот там, где мы говорим о степени разработанности темы, да, и упоминаем, что вот в этом аспекте рассматривали такие-то авторы этот вопрос и их работы. И можем привести внизу, например, комплексную ссылку за текстовые, либо подстрочные ссылки, смотря как у нас оформляется работа. Мы это можем все привести. И вот, хорошо, один раз в работе хотя бы оно прозвучало, список источников с чистой совестью мы их можем поставить. Если этого нет, то это несколько странная формулировка. Подразумевает разные интерпретации. Как ее понять? Я, например, не совсем понимаю, что нужно включать в список источников. Еще был пример без слайда, просто сейчас вспомнился, про ссылки. Буквально одна страничка во всей методичке, в случае вот той конкретной методички, это были подстрочные ссылки, буквально на одну страничку, без указания ГОСТа, где смотреть вопросы, если они возникают по оформлению ссылок, а если повторно, а если на разные произведения, но из одного источника, а если она последовательная, а если не последовательная, а если полная, а если краткая, а если вопрос, то где вот это все посмотреть, ГОСТ не указан. Просто большинство даже занимает не образцы ссылок, а определение понятия, что называется ссылкой, то есть вот кусочек из ГОСТа, взяли текст и поставили. Как делать, непонятно. И еще один пример, который у нас сейчас на слайде есть, второй пример, почитали, наверное, уже, да, ссылки под заголовком. Ссылки на источник, ссылки, вот как написано, так и пишу, так и воспроизведено, осуществляют в следующем порядке. Ссылку на источник я привожу фамилии инициала первого автора, первого автора, название статьи книги, инициалы, фамилии всех авторов. Если авторов четыре и более, допускаются упоминания первого и далее в квадратных скобках и дыре. В принципе, вроде бы понятно, вроде бы правильно, но не совсем. А если у меня четыре автора, то я тоже пишу только первого, а если у меня два-три автора, судя по этой фразе, получается, что да, я пишу только первого. Но это ссылка или это список источников. У нас есть два ГОСТа. 18-го для оформления списка источников и 8-го года, так и называется библиографическая ссылка, для оформления ссылок. Здесь речь идет о ссылках. Но так ли у нас оформляются ссылки? То есть такое ощущение, что немножко перепутали два ГОСТа. И пример приводится, кстати, потом, оформление по ГОСТу 2018. То есть библиографическая запись, библиографическое описание, то, как это должно быть в списке источников. И вот такое ощущение, что человек сам запутался, где у него ссылки, где у него список. А что говорить о студентах? Он оформит все, везде поставит первого автора во всех ссылках. Даже там, где их два или три. А мы с вами помним, что и говорили мы об этом, у нас целый вебинар про это с вами. Был и не один. Структура ссылок, речь шла о подстрочных ссылках. Так вот подстрочная. Ссылка на книгу одного автора дается вот таким образом. Указываем, да, автор, все правильно. Двух-трех авторов. В ссылках мы указываем первых трех авторов. А вот если их четыре и более, то мы ссылку даем под заглавием, а уже в сведениях об ответственности мы указываем либо первого автора и дыры, сведения, место издания. Ну, хотя бы вот так, вместо вот такой запутанной фразы просто напишите, как правильно надо оформить. Если у тебя один автор, там два, три, вот так, там четыре и более, вот так. И все, и проблем не будет. Еще один вариант из ссылок, что может тоже встречаться в методичках. Ссылка дается в квадратных скобках. Согласна, да, дается. Иногда вот эту часть мы можем заменить просто на номер источника в списке. Идет он у нас там пятым. Мы сюда пишем просто пять запятая страниц 146. Все понятно, что из пятого источника со страниц 146 мы эту стату взяли. Или это упоминание, заимствование там находится. Указываем вот так, вот так авторы год. Если у нас ненумерованный список источников, ну, бывает в хронологическом порядке, ненумерованный, чаще всего нумерованный, потому что так проще. Либо требуется ввести вот какие-то дополнительные, там, два автора одинаковых, да, разные номера списков, а вот авторы у нас, например, там, могут быть одинаковые. Ну, разные ситуации могут быть. Иногда требуется ввести какие-то дополнительные условия. Необходимо убедиться, данный источник представлен в списке литературы. Все это, да, согласна. Замечательно так оно и должно быть. А вот дальше идет интересная фраза. Ссылки на одно и то же постоянно используемое издание. Например, томы собрания сочинений. Ну, ладно. Оформляются следующим образом. Первая цитата сопровождается примечанием внизу страницы. То есть мы первый раз упомянули это издание. И внизу страницы мы должны еще... У нас затекстовые ссылки. Смотрите, что мы делаем. Мы делаем сноску примечания и пишем, что в дальнейшем ссылки на это издание приводятся в основном тексте, то есть там, в тексте, вот здесь, да, с указанием в круглых скобках номера тома и страницы. Вот, коллеги, это как? Вы все поняли, как можно делать? То есть речь, по сути, идет о повторной затекстовой ссылке. Вы все поняли, как это сделать? А студент второго курса, например, поймет, как это делать? Нет, я вот тоже нет. Зачем? У меня первый вопрос возникает. Зачем? Зачем такие сложности? Зачем еще это делать с примечанием и вводить еще дополнительные круглые скобки? Где квадратный? Где круг? Вот вам, пожалуйста, креатив, который вышел за рамки ГОСТа. В ГОСТе все прописано великолепно, просто и понятно. Во-первых, мы используем, вот в данном примере речь идет о затекстовых ссылках. Затекстовая ссылка, вот она целиком, вот это все и есть затекстовая ссылка. Есть отсылка, номер, вот то, что я вам говорила, и страница, и выноска за текстом. Идет список, но не список источников, а смотрите, она оформлена как ссылки. Список ссылок. И вот эта вот отсылка и выноска ее, они как две ходят пары. Вот у нас они вот так вот и идут. И отдельно еще должен быть, если уж совсем строго по правилам, оформлен список источников по ГОСТу 2018. И вот тут у нас уже отличие в оформлении. Добавляются элементы, здесь мы более кратко написали, здесь добавляются элементы, ставим точку тире, все как положено, уже по ГОСТу, библиографической записи и описания. Что делают иногда? Иногда вот эту часть опускают в выноску, в тексте делают отсылку, и сразу отсылку привязывают к номеру списка, в списке источников, к номеру этого произведения, в списке источников. Вот так вот, чтобы не писать лишнего, лишних ошибок не делать. Можно ли так делать? Во-первых, делают. Во-вторых, никто нам не запрещал, что не запрещено, то разрешено. А в-третьих, в ГОСТе 2008, когда речь идет о затекстовых ссылках, есть замечательный пункт. Прям запоминайте, записывайте, кто боится забыть. 4.13. ГОСТ, библиографическая ссылка 2008 года. И вот там прописано, что отсылки в тексте документа заключают в квадратном скобке, и далее, при необходимости отсылки могут содержать определенные идентифицирующие сведения, имя автора, название документа, год издания, обозначение номер том, указание страницы. И там же идет примечание к этому пункту, которое говорит о том, что можно связывать нашу отсылку со списком источников. Вот все оформление, оно как раз в этом пункте и прописано. То есть, пример оформления ссылки, да, вот в этом примечании как раз и идет, отсылки могут быть использованы для связи текста документа с библиографическим списком или библиографическим указателем, содержащимся в документе. То есть, все, вот на этот пункт примечания ссылаемся, и тогда у нас получится. В тексте мы пишем вот так, либо вот так, это указание просто номера в списке, а это указание номера с конкретной страницей. Для косвенного, для прямого цитирования и для косвенного заимствования мы по-разному можем указывать. Вот это наиболее оптимальный вариант, потому что мы сразу еще указываем на каких страницах или на какой странице мы вот это вот подчеркнули важную мысль, да, а в списке и оформляем за текстом только один список источников по ГОСТу 2018. Все, мы пользуемся одним ГОСТом, ГОСТ по ссылкам нам нужен только в части оформления правильно вот этой выноски. Светлана Сусликова, если несколько повторных упоминаний нескольких источников, так вот же, они у вас будут идти, сколько бы раз вы его в тексте не упоминали, у него один номер в списке и один раз вы, сколько раз вы в тексте не напишите, все равно у него будет номер пятый, он не поменяется, его номер пятый, на странице только могут меняться. Вот, вот и вся сложность с этими квадратными, круглыми скобками. Там еще речь у нас шла про многотомники, да, про, а если отдельный том упоминался из многотомника, вот тоже мы с вами разбирали. В списке источников мы делаем на отдельный том, например, одноуровневое описание, и тоже мы выбираем один из способов, как это можно сделать. Либо с длинным заглавием, либо мы указываем сведения о всем многотомнике в области серии. Вот либо так, либо так, да. Один способ выбирайте, в методичку его прописывайте, не надо все указывать, что можно и так, и так, и так. Выберите один самый простой, ну, мне кажется, что вот этот вот самый простой способ. И его в методичку записываем. И все многотомники мы описываем так. Если это вот в список источников. А в самом, в самом вот здесь, в самой отсылке мы просто указываем том, третий, да. Даже если у нас они будут описаны как отдельные тома под отдельными номерами, вот так вот, так как одноуровневое описание приведено, то здесь еще проще, нам не надо вот это вот мучиться с вопросом, мы просто пишем номер, а здесь уже будет написано какой-то том. Вот и все. Да, это просто, это и без лишних вот этих примечаний, где сноску ставить, не ставить, повторные, не повторные. Это же все прописано в ГОСТе. Как оформлять повторные ссылки, где указывать цитпо, где указывать указанные сочинения, где можно писать там же, где нельзя, как, как, вот это должно быть в методичке. Хотя бы на примерах. Если у тебя вот такой случай, вот так делаем, если вот такой случай, вот так делаем. Примеры и образцы. Что смотрят чаще всего? Да мы сами-то что смотрим в первую очередь? Образцы, да, как это сделать? Ну вот, сделайте методичку по этому же принципу и будет просто и понятно. Елена Гильдебранд, презентация во вкладке файлы. Наверху листочек с загнутым уголком над изображением спикера. Если со смартфона выходите три вертикальные строчки, точки над видео, находите слово файлы и оттуда можно скачать презентацию. Если к концу вебинара не получится, напишите. Должно получиться. Еще хороший... Ага, нашли. Отлично. И вот, смотрите, да, вот почему... Еще один вопрос, который меня всегда мочит, почему методички пишут с таким заумным языком? Они для студентов или для кого? Ну, напишите два варианта. Один для проверяющих, там, где должно быть все сурово. А второй понятный, внятный для студентов, которые, как всегда, это делают в запарке. Вот открыл, посмотрел, ага, вот так, вот так, вот так, взял, сделал, шпаргалки, презентация, инфографика. Да много сейчас чего есть. Электронный вариант со всплывающими подсказками. Да много чего можно придумать, ну, не прямо сейчас, но хотя бы за лето можно изобрести. Еще один хороший момент, который должен быть приложение к методичке, да, вот солидно, а вот в картинках, комиксах, иллюстрациях, схемах и ответах на вопросы. Еще один хороший, хорошая вещь, которая хорошо бы в методичке тоже использовать. Примеры перечисления ГОСТов. Вот в самих ГОСТах есть такой раздел, называется нормативные ссылки. Наверняка видели, может быть, не обращали внимания, но посмотрите. Всегда пишется в настоящем стандарте, в настоящем методическом пособии или методических рекомендациях использованы следующие стандарты и перечисление тех ГОСТов, которые используются при разработке или которым нужно обращаться в случае возникновения сложностей, да, уточнить по описанию, по каким-то оформительским вещам, куда посмотреть студенту. Не просто говорим, а иди в ГОСТах смотри, в каких, их же огромное количество, в каком именно. Вот формат, там бумаги, на которой мы делаем чертеж, вот здесь смотри, а вот как делать подписи к рисункам, смотри вот в этом ГОСТе. Вот это должно быть, хотя бы список прописан здесь. И очень хорошо, когда по тексту методическая рекомендация, так же, как про ссылки. Основное написали, но случаев может быть море. Вот здесь, да, примечание как раз пригодится. Сложные случаи оформления, то, чего нет в методичке, см, ГОСТ такое-то, его название, вот это вот обозначение, так, чтобы можно было найти. А если еще ссылочку дадите, вообще замечательно. И человеку уже более понятно становится, если возникает вопрос, куда смотреть, куда засунуть нос. Еще один момент, вот хороший, который мы использовали, например, когда свои методички писали, как определить, какие ГОСТы брать, что использовать, куда смотреть, и откуда какие пункты и разделы нам подойдут для наших ВКР. Все зависит от того, какая у нас ВКР. У нас обычная текстовая, ну, как положено, введение, три главы, или там две главы, по три параграфа, три главы, по два параграфа, заключение, приложение, что входит в приложение, или без приложения, просто текст, список источников, оформление ссылок, вот основные, как бы, разделы. ВКР может выглядеть и по-другому, или курсовая работа. Это может быть, например, отчет о НИР. работал студент, да, выполнял какую-то в составе группу по научно-исследовательской работе, и вот в качестве курсовой он пишет отчет по НИР. Или же это могут быть технические специальности, различные чертежи, схемы, пояснительные записки и вот это, и какой-то там еще отчет, да, или там аннотация, или рефераты. И вот это вот идет как курсовая работа или ВКР. Формы могут быть специфические, формы могут быть разные. В зависимости от этого мы смотрим, какие ГОСТы нам понадобятся для оформления наших методических рекомендаций по оформлению их ВКР. Ну, вот мы, например, расходили из того, что вот такие четыре части обязательно всегда присутствуют. Есть библиография, это список источников, есть библиография ссылки, это немножко другое, да, но они взаимосвязаны между собой, поэтому как бы на одной стороне находятся, потому что ГОСТы часто ссылаются друг на друга, они и туда, и сюда. Например, ГОСТы по заголовкам, он и туда, и сюда пригодится. У нас есть оформление текста и, возможно, приложение, ну, от какой-то текстовой части, да, и могут быть еще дополнительные какие-то ГОСТы нам понадобятся, если у нас есть большое количество формул, если есть чертежи и что-то еще. Вот четыре такие большие. У вас может быть по-другому, у вас может быть какие-то другие части. Ну, вот мы просто самые основные такие для себя выделили. В основном у нас были таблицы и иллюстрации. В меньшем количестве больше вот эти три части нас интересовали. Библиографический список. Ага, Наталья, чуть попозже, хорошо? Коллеги, если есть вопросы, вы их, пожалуйста, в папочку «Вопросы», туда собирайте, чтобы нам сейчас не уйти далеко от наших ГОСТов. И вот дальше, исходя из этого, какие части нам... Ага, спасибо, Наталья. Какие части нам нужно оформить, мы и подбираем те ГОСТы, которые нам и подойдут. Библиография, список источников, либо 18-й, либо 2003-й. Ну, здесь я два написала, да, так общий у нас обзор, поэтому либо такой, либо такой. По заголовкам. И вот по электронным ресурсам. Был раньше, сейчас он уже не действующий. У нас такой период между ГОСТи. Все основные вещи пока берем из 2018. Либо можно подсмотреть вариант оформления из нового проекта по оформлению ссылок на электронный документ. Ссылаться на него пока еще нельзя. Он еще проект, но какие-то вот моменты оттуда позаимствовать можно. Связанные с оформлением, например, составной части электронного ресурса, там, видеоролика, как сослаться на фрагмент. У нас такое... Было несколько вебинаров на эту тему, там мы про это говорили, можно будет посмотреть более подробно. И вот ссылки, ссылки ГОСТ по ссылкам. Вот его строго берем. И опять же, сголовок. Вот он нам здесь тоже может пригодиться. Сголовки-то мы тоже оформляем. И для оформления текстовой части. Вот мы составили список, может быть, еще какие-то ГОСТы. Это мы пока еще набросали, что нам может пригодиться. И вот в дополнительную часть со всеми рисунками, схемами, чертежами. И вот сюда у нас они попадают. А дальше мы уже начинаем смотреть. Что-то выкидываем, что-то добавляем. Какие-то новые ГОСТы появятся. Что-то нам здесь явно не подойдет. Мы это уберем. Но вот что вот в этот такой вот набор у нас... Первый набор, от которого можно оттолкнуться, он у нас получается. Ну, а теперь пройдемся по... Да, ну и вот такая вот схемка очень хорошо помогает определиться, какие ГОСТы, где, как наши методички будут использоваться. Список источников и ссылок. Коллеги, значит, напоминаю просто, у нас есть разные форматы группировки, списка источников. Могут быть их сочетания, например, по видам изданий, а внутри по алфавиту. Сначала у нас идут официальные издания, законодательные акты, и внутри они еще подразделяются, а внутри уже по алфавиту потом идут научные издания, и внутри по алфавиту потом идет учебно-методическая литература, и по алфавиту так удобнее рецензентам, так удобнее членам аттестационной комиссии, проверяющим, научному руководителю. Ну, сразу видно, сколько научной литературы у человека, сколько статей, а сколько учебников. Если из 40 источников 35 учебников, ну, вопрос, да, к магистрской ВКР, например. Ну и, соответственно, виды ссылок, которые мы используем, чаще всего либо подстрочные, либо затекстовые, они тоже влияют на формирование вот этого списка источников, да, как они будут связываться. Ну, вот посмотрите, прежде чем давать методические рекомендации сами, какой список у вас будет, какая разновидность их сочетания и какие ссылки удобнее использовать. Ну, вот как-то у нас появилось, что курсовые ВКР, бакалавриат, они в основном подстрочные ссылки, а вот начиная с магистрской работы, аспирантов исследования, диссертации, они в основном используют затекстовые. Если в вашем положении АВКР не прописано, что только подстрочные ссылки, ну, нет у нас такого общего стандарта для всех студенческих работ, к сожалению или к счастью, где было бы написано именно так. Можно использовать затекстовые? Ну, если это не противоречит вашему положению вузовскому, да, то почему нет? А кто? Удобнее. Можно обосновать, что все статьи научные, научных изданиях, они в основном оформляются за текстовыми ссылками, отсылкой и список источников. Да, поэтому, ну, хорошо бы, хорошо бы заранее научиться это делать. Ну, вот, да, либо так, либо так. Звук снова пропал. Коллеги, звук есть? Точно есть? И в чат мне напишите кто-нибудь. Ага, спасибо. Спасибо, есть звук. Ага. Вот, напишу, человек. Ага, спасибо, коллеги. Ну, бывает, бывает. Не пропал. Бывает иногда. Случается, поэтому спрашиваю. В конце дам ссылку. Приходится писать, потому что человек у нас все равно не услышит. И по нашим, по нашим гостам. Вот теперь уже пройдемся по обзору. Обзор, какие госты у нас используются. Да, в конце я вам дам ссылку еще, где все эти госты можно будет найти. Сегодня я их вам открою. Прямо в двум часам можно будет оттуда смотреть и забирать, кому нужно, переходить, читать и скачивать. Для оформления списка источников и ссылок у нас есть два основных госта. Для оформления списка источников. ГОСТ 2003 и ГОСТ 2018 года. Библиографическое описание, библиографическое записи, общие требования и правила составления. Один из них, межгосударственный стандарт 2003 года, старый, новый, уже носит статус национального стандарта. И вот на это обращайте внимание, когда работаете с ГОСТами. Если мы находимся на территории Российской Федерации, наша организация находится на территории Российской Федерации, то у нас сейчас действующий стандарт это 2018. Вот по нему, по-новому мы должны посмотреть и пересмотреть свои методические рекомендации в части оформления списка источников к ВКР, курсовым и прочим письменным работам. Потому что он уже принят, он уже, дай бог, как давно, года два у нас точно уже функционирует. И с 2021 года, с января, по-моему, уже прекращено окончательно действие ГОСТа 2003, но он не потерял статуса межгосударственного. На самом ГОСТе вы увидите, там написано, что прекращено действие в качестве национального стандарта. Это значит, на территории Российской Федерации мы его не применяем, но на территории стран наших ближних соседей он действует. Если не написано, что это межгосударственный стандарт вообще прекратил свое действие, тогда он не действует нигде. Если он прекратил свое действие в качестве национального, то на территории национального стандарта Российской Федерации, то у нас он не действует, у нас есть другой ГОСТ, либо просто нет никакого. Но на территории наших государств он применим. То есть для Российской Федерации ГОСТ 2018, для стран ближнего зарубежья, организации, которые находятся там, образовательных организаций ГОСТ-2003. Там ничего не поменялось. Вот такая история. Второй ГОСТ, который нам важен для оформления ссылок, ГОСТ-2008 года. Здесь, слава богу, ничего не изменилось, все как было, так и осталось, кроме ссылок внутри самого ГОСТа. Вот это тоже при разработке методических рекомендаций, обращайте внимание. ГОСТ по ссылкам 2008 года, а по библиографическим описаниям у нас уже 2018. И, соответственно, 2008 года он ссылается на тот старый ГОСТ-2003, который у нас уже не действует. Значит, в той части пунктов, которые касаются ссылок и ссылаются на старый ГОСТ, нам нужно смотреть уже по новому ГОСТу. Вот эти моменты тоже в самом начале ГОСТов. посмотрите, есть вот такие вот указания, да, как с этим работать, что делать, если вот меняются такие ГОСТы. Старый у нас еще остался. И основные изменения, вот про ГОСТ 2018, я вам тут пару слайдов напоминающих, еще раз размещаю, да. Это основные нововведения, которые в ГОСТе 2018 у нас появились. Это в основном, это все-таки области описания, состав, структура, порядок следования, элементы. Вот здесь произошли основные изменения. В части электронных ресурсов и терминологии, да, расширилась терминология, появились новые термины, касающиеся электронных ресурсов. И про электронные ресурсы значительно расширилась часть. Вот то, что у нас сейчас не действует ГОСТ 2001 года по электронным ресурсам, а новый проект еще не вступил в силу для библиографических описаний электронных ресурсов, вот смотрите здесь, в ГОСТе 2018, особенно по ресурсам, как раньше говорили, удаленного доступа, сейчас говорят, сетевого распространения, там очень много информации. Вот она вся есть, почти вся, есть в ГОСТе 2018. Вот он, этот ГОСТ, библиографическое описание электронных ресурсов, который уже у нас выведен из оборота, из применения. Еще один важный ГОСТ, который нам понадобится, это ГОСТ 2000 года, библиографическая запись заголовок. Вот когда касается вопрос делать под заголовком, а у нас могут идти авторы, могут быть разные виды заголовков, чаще всего применяется заголовок, содержащий наименование организации и обозначение документа, ну помимо фамилии, имя, инициалы автора, авторский заголовок, да, вот эти вот два обозначения документа, наименование организации. Вот этот чаще всего вариант, это тоже заголовок, он применяется для законодательных актов, либо каких-то вот уставов, положений и прочего. А вот этот заголовок, это для нормативных документов. Вот ГОСТы пишутся, мы можем написать название под заглавием, а потом пояснить, что это ГОСТ. А можем написать ГОСТ, номер такой-то и потом его название. Вот это в данном случае будет у нас заголовком. Вот эти все нюансы, они как раз в этом ГОСТе и разобраны. Не пугайтесь, вот этот ГОСТ очень маленький. По заголовкам самый любимый, наверное, он самый маленький, самый компактненький, но очень важный. Такие вещи он там содержит. Еще какие ГОСТы? Ну вот по библиографическим в принципе все. Еще к библиографическим можно условно так отнести. Он и к оформлению текстов, так на перепуте лежит, и к оформлению ссылок и списка источников. ГОСТ 2011 года, 7.0.12, библиографическая запись. Есть слово библиографическая запись, поэтому к библиографическим относим. Сокращение слов, словосочетания на русском языке. Общие правила и требования. Как чего сокращать? Можно сделать оттуда выборку основных сокращений, которые в тексте, например, нашей работы допускается делать, но чтобы студент не искал по всему ГОСТу. Вот основную выборку в соответствии со спецификой и направлением подготовки сделать отсюда. Как правильно сокращать? И приложить к методичке таким приложением или отдельным слайдом. Ну а остальные уж случаи смотри уже тогда в ГОСТе, но точно указать в каком, куда ему смотреть. Есть такой же ГОСТ и по сокращению словосочетаний на иностранных, европейских языках. Для чего? На каких алфавитах он базируется? Я вам здесь на слайде тоже написала. И в основном используется для прикнижных, при статейных списках литературы и оформления библиографических ссылок. То есть он туда и сюда тоже у нас относится. Ну и в тексте, да, как правильно сократить, тоже можно смотреть здесь. А теперь уже переходим непосредственно к текстам. ГОСТ 732-2017, межгосударственный стандарт, действующий отчет о научно-исследовательской работе, структура и правила оформления. Что отсюда можно брать? Все про шрифты, поля, структуру работы, но структуру научно-исследовательского отчета, имейте в виду, да, то есть какие-то изменения мы сюда тоже можем уносить, с учетом, опять же, специфики наших работ. Как акцентировать внимание в тексте? То есть где, что, как можно выделить жирным шрифтом, что выделяется курсером, подчеркиванием, подчеркиванием, когда разрешается, когда не разрешается и прочие все правила и исключения здесь можно посмотреть. Какие есть варианты нумерации страниц, разделов, как оформлять иллюстрации, таблицы, вот это все можно взять из этого ГОСТа. Но опять же, коллеги, берем из ГОСТа, но не забываем, да, трансформируем, адаптируем к нашим все-таки учащимся, помним, что это все-таки отчет о научно-исследовательской работе, то есть какие-то вещи мы отсюда, не все целиком, а частично то, что касается, да, можно взять. По шрифтам, например, был такой случай, когда взяли положение о шрифтах, каким шрифтом писать основной текст и оформлять подстрочные ссылки. Там шла рекомендация 12 Times New Roman и 10 оформляются подстрочные ссылки. А в методической рекомендации на кафедре, вот такому коллеге у нас взяли, с которым я разговаривала, они сделали 14-й основной шрифт, а сноски 12-й. Вы понимаете, говорят, у нас на кафедре основной контингент научных руководителей, это 45+, плюс большая нагрузка, зрение у всех не очень хорошее, высматривать вот этот 10-й шрифт, а у всех по 20-30, а то и больше, дипломников, курсовых работ и прочих письменных работ нужно проверять. Исходя только из вот этого положения, они просто немножко увеличили на один размер. Ну, в рамках допустимого, да, это же не 18-м шрифтом, с двух, в два пробела, межстрочный интервал, двойной. Можно, можно, да, допускается. Все это можно. Но вот эти моменты, они как раз прописаны в этом ГОСТе. И в основном он распространяется на отчеты по различным прикладным, фундаментальным научным исследованиям, по всем областям науки и техники, которые выполняются разными организациями, в том числе и высшими учебными заведениями. Это тоже прописано в самом ГОСТе, то есть спокойно его можно брать и элементы использовать. И также там такая приписочка идет, что положения настоящего стандарта могут быть использованы при подготовке отчета о НИР в других областях научной деятельности. То есть не только для науки и техники. Ну и замечательно. Вот и берем. В этом же ГОСТе есть еще несколько полезных разделов, на которые можно обращать внимание. Оформление ссылок и список источников. Есть общие правила оформления для отчетов НИР и оформление примечений, вот то, что я вам говорила, как оформляются сноски. Но имейте в виду, что ссылки и списки источников, там везде идут нормативные отсылки вот к тем ГОСТам, с которых мы и начали, к библиографическим чисто ГОСТам. Здесь только приводятся общие правила. Но если у вас, поэтому, если у вас просто текстовая работа, выпускная, квалификационная, там, по экономике, по психологии, мы сначала берем те ГОСТы и на них. А из этого мы берем только то, что касается структуры оформления самого текста. А ссылки и список из наших ГОСТов. А вот если у вас идет какая-то техническая направленность, инженерная специальность, и вы делаете курсовую работу именно в виде отчета о научно-исследовательской работе, то в первую очередь смотрим, конечно, сюда. Здесь немножко по-другому могут даваться вот эти вот образцы. Поэтому смотрите сначала вот здесь, что можно взять в методичку, а потом уже в те ГОСТы. Еще один ГОСТ, где можно подчеркнуть сведения об оформлении. Это диссертация, автор-феррат диссертации. Ну, в первую очередь, конечно, для тех, кто пишет кандидатский или докторский. К ним устанавливаются общие требования по всем отраслям знаний. И именно для них он и предназначен в первую очередь. Что здесь по оформлению текста? Здесь содержится практически все от полей до шрифта, структура, оформление отдельных элементов. Но, опять же, библиографические ссылки и оформление списка литературы, они также здесь присутствуют, но, опять же, в меньшем объеме. И приводятся такие отсылки на ГОСТы по оформлению ссылок и по оформлению библиографических отписаний. Очень часто вот этот ГОСТ применяется в качестве такого основного документа для составления методических рекомендаций по выполнению магистрских ВКР. От него можно, как в части оформления текста, его брать. Все-таки они более близкие с диссертационными исследованиями, нежели с нашими курсовыми проектами докалавриата. Еще один ГОСТ, который может быть полезен, издание «Выходные сведения». Это в основном действительно для наших диссертантов, связан с предыдущим ГОСТом. И, собственно, одно из его направлений – это авторефераты диссертаций, как должны быть указаны выходные сведения. Нормативные издания для нас важнее авторефераты диссертации либо оформление магистрских ВКР, например. Если автореферат по ней пишется, то тоже можно посмотреть. Он касается только выходных сведений. И для авторефератов диссертации здесь устанавливаются требования в части выходных данных. Это элементы, которые предназначены для оформления и идентификации самого документа, статистического учета, библиографической обработки. Это выходные сведения. Здесь рассказано, что должно быть на титульном листе, что должно быть на обороте титульного листа, какие общие заглавия не рекомендуется использовать. Приведены примеры. Вот, кстати, в этой части очень рекомендую посмотреть, какие общие заглавия не нужно использовать. Но это уже скорее для издательских таких вещей и для авторефератов. По вопросам ИСБН тоже здесь есть рассмотрены в этом стандарте. И еще здесь можно посмотреть по комбинированным, комплектным ресурсам. Есть у нас такие ресурсы, многочастная, особая разновидность. Вот если в библиографических ГОСТах вы не находите ответов на вопросы, как оформлять, например, место издания, издательство, год и прочие выходные данные, посмотрите в этом ГОСТе. А у вас какой-то комплектный ресурс или комбинированный книжка и диск. И вот вы столкнулись с такой проблемой, как правильно сделать описание. Посмотрите, в этом ГОСТе как раз про эти ресурсы идет речь. И по транслитерации. Если с таким вопросом сталкиваемся, какие ГОСТы берем? 2014 года это упрощенная транслитерация русского письма латинским алфавитом. И еще один есть 2000 года, ИСО 95. Это правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом. Если с вопросами транслитерации сталкиваетесь, вот к этим двум ГОСТам посмотрите, что полезного там можно взять. Следующий уже раздел дополнительный. Вот он в основном содержит ГОСТы ЕСКД, Единая система конструкторской документации. Это все, что связано с чертежами, с таблицами, с формулами. Вот это регулируется этой частью. По поводу, кстати, по поводу текстов, коллеги, самая свежая новость. Не знаю, хорошая или нет. Есть еще один ГОСТ, про который мы не говорили, на котором сейчас останавливаться не останавливаемся. Проверьте, есть ли он в ваших методических рекомендациях присутствует. ГОСТ 7995, реферат и аннотация общие требования. Был у нас такой ГОСТ. Почему был? Действие его в качестве национального стандарта на территории Российской Федерации прекращено без замены, то есть замены ему нет, с 1 января 2002 года. Ну, такой новогодний подарочек у нас. Вот я вам сейчас эту информацию прямо в чат скину. Кто этим ГОСТом пользовался или в своих методических рекомендациях применял, проверьте, пожалуйста. В статусе межгосударственного он продолжает свое действие. Так что нашим ближним из соседних стран спокойно можно им пользоваться. Он действует. Но вот посмотрите, в статусе национального он сейчас у нас не применяется на территории Российской Федерации. Ссылаться на него нельзя. То есть какие-то положения, то, что не утратило силы и своей значимости, но определение понятия реферат, наверное, никуда не делось. Оно как было, так оно и есть. Просто проверьте в своих методичках. Вы можете это оставить, но только ссылки на этот ГОСТ. Либо пометку поставьте, что он не действует. Либо просто ссылочки уберите, чтобы они там не смущали проверяющих. И по дополнительным ГОСТам. Оформление текстового, табличного, формульного, иллюстративного материала в основном для инженерных и технических специальностей. Вот здесь можно обращаться к ГОСТам и по ЕСКД. Вот один из них. ГОСТ 95. Сейчас тоже вышла новая его версия. Новый ГОСТ 105 2019 года. Это стандарт общей требования к текстовым документам. Но, кстати, не технарям. Тоже можно посмотреть, какие-то полезные вещи оттуда можно взять. Общие требования к текстовым документам. К выполнению текстовых документов на изделия, машиностроительные, строительство, приборостроительных областей. Ну и может быть распространен на другие отрасли промышленности. Ну с учетом специфики. Поэтому оттуда можно что-то полезное для себя подчеркнуть. Устанавливает все про текстовые документы. Про шрифты. Очень подробно, кстати, вот в этом ГОСТе разобранный вопрос шрифтов, гарнитуры, размеров. Вот такая вот вечная тема для разногласий между заказчиками и исполнителями. И у нас тоже. Вот здесь много чего появилось нового. По выделению заголовков из основного текста тоже содержит этот ГОСТ эти пункты. Посмотрите. 19-го года ГОСТ вот этот разрешил, например, применять полужирный шрифт и увеличенный размер заголовков. И узаконил размеры между строчных интервалов. Опять же, помним, что это относится к технической документации. Но для направления подготовки, которое связано с промышленностью производства, вполне можно позаимствовать. Много про таблицы есть информации. Очень хороший, кстати, пункт. Вот даже не технарям рекомендую посмотреть в этом ГОСТе. Отпала необходимость вручную разрывать большую таблицу на кусочки только ради того, чтобы предельно точно разместить ее фрагменты на разных листах, если у нас такая большая продолжающаяся таблица. И дописывать над каждым продолжением. Продолжение таблиц такое-то, продолжение таблиц такое-то. Так вот, в этом ГОСТе вот эта необходимость устранена. Ну, это работа вообще адская, потому что любое исправление, любая строчка текста, которую мы добавляем в любое место этой таблицы, у нас сразу ее сбивает, и она расползается. Смещаются фрагменты, и приходится заново их перерасставлять. И здесь легализован такой автоматический перенос таблиц без их продолжения. То есть вот это продолжение таблицы такое-то писать уже не нужно. Вот опять же, не просто мы взяли в методичку этот пункт добавили, а на основании чего, да, у нас вот оно, есть ГОСТ, на основании которого мы это можем сделать. Посмотрите. Про ссылки есть раздел 6.11 пункт, но только он касается технической документации, поэтому привычных нам библиографических ссылок мы там не увидим. Это связано со спецификой конструкторской документацией. Но если ваш ВКР или курсовая работа состоит именно из такой вот специфической конструкторской документации, и там оформляют свои ссылки, то да, вот как раз этот ГОСТ нам в помощь. Еще один ГОСТ, который близко по названию, называется «Текстовые документы». Опять же, в 2019 году он поменял свой статус, теперь он носит статус национального стандарта. У нас уже действует. Устанавливает правила, формы выполнения различных конструкторских документов, которые содержат текст, разбитый на графы. Это различные виды спецификаций, таблицы и сплошной текст, пояснительные записки, методики испытаний, программы испытаний, различные расчеты. Вот если это есть в вашей работе или предусматривается в работах ваших студентов, посмотреть, как это, вот они, примерно, да, те области, которые они затрагивают. Если такие элементы есть в вашей работе, то вот этот ГОСТ нам как раз в помощь, он поможет оформить эти спецификации. Основные надписи. Схемы чертежи, различная конструкторская документация 2006 года, как выполнять эти основные надписи на данных документах. Да, номенклатура реквизитов, порядок заполнения, дополнительные графы, все, что нам необходимо, оно в этом ГОСТе тоже можно будет найти. Основные требования к чертежам. Это сейчас для тех, у кого чертежи. Да, старенький ГОСТ, 73-й, 109-й, никто не отменял, действует. Вот здесь рассматриваются все основные требования, что указывать на чертежах, что допускается, что обязательно должно быть, чего не должно быть, исключение из правил, как указывать на чертежах ссылки, не библиографические, не на источники, а связанные со своей конструкторской документацией, документацией, ссылки на стандарты, на нормативные документы, когда можно, когда нельзя, на какие можно, на какие нельзя. Вот все это разобрано в этом ГОСТе. Это вот для тех, у кого чертежи присутствуют или из чертежей состоит какая-то зачетная или письменная работа. И еще один связанный с ним ГОСТ, который тоже может быть полезен, называется «Форматы», он небольшой, буквально там пара страничек, он устанавливает форматы листов для чертежей и других документов, которые выполняются в бумажной и в электронной форме. Все, что предусмотрено стандартами по конструкторской документации. Тоже здесь можно найти и на этом можно спокойно ссылаться, указывать в своих методичках. Не просто так мы взяли и откуда-то списали, а вот прям ссылочку на ГОСТ поставить. Еще один полезный документ для этой категории. 2013 года. Межгосударственный стандарт. Правила внесения изменений. Вот он устанавливает правила, как вносить изменения в конструкторские, технологические документы. Ну и наши работы, которые представляют, выполнены в этом виде, тоже вот как правильно это сделать. Здесь все описано. Еще несколько полезных ГОСТов, которые могут пригодиться не только технорям и инженерным специальностям, но если у нас это, естественно, научникам, да и гуманитарям тоже, я думаю, будут не лишними. Проставление дат и времени, общие требования. Он действует, свеженький тоже ГОСТ, с 1 января 2019 года. Это модификация международного стандарта ИСУ, элементы данных, формата для обмена информацией. Ну, в основном он касается электронных научно-технических документов, автоматизированных систем. Затем речь идет про них. Ну, посмотрите какие-то вот варианты, которые можно использовать в письменных работах. Если необходимо проставлять даты и время, то можно тоже вот ссылаться на этот ГОСТ, поиспользовать его, почему нет. И еще один у нас, вот он, да, единицы величин. Вот этот ГОСТ устанавливает единицы физических величин. Наименование, обозначение, определение правила применения этих единиц, все, что касается физических величин, вот как это правильно написать, как указать, как сокращать, когда не сокращать, это все можно найти в этом ГОСТе. И еще парочку, да, когда, как писать полностью, когда можно сокращать рублей, писать руб, а когда нужно писать полностью, когда допускается и допускается ли использование математических знаков без числового выражения, как переносить, не переносить. Вот все, что связано с этими вопросами, в этом ГОСТе можно найти. И еще один, два ГОСТа, которые мы рассматривать сегодня уже не будем, но в качестве дополнительных я вам дам, да, вот обозначение в тех же физических величин можно еще посмотреть вот здесь. То есть номера ГОСТов прямо по ним можно будет найти. Вот такие наборы наших ГОСТов можно использовать. Так, сейчас я вам покажу, вот он наш, где у нас, вот он, вот, вот, вот по всему списочку, который у нас был вначале, такой ГОСТ-набор для нашего приготовления, знаете, как есть набор для борща, да, у нас набор для ВКР. Вот они все здесь представлены. Это не значит, что всеми ими вам нужно обязательно пользоваться. Вы выбираете, мы посмотрели, вот то, что... Это еще не все, там есть еще дополнительное. Вы еще можете другие брать для себя. Только смотрите, пожалуйста, какой статус они носят и применимы ли они сейчас, находятся ли они в статусе действующих, либо отменены, если отменены, заменены, чем заменены. То есть вот эти вот моменты, обращайте внимание, сейчас идет такая... Часто возникает период межгости. Вы выбираете то, что нужно именно для вашей методических рекомендаций, для ваших студентов, учащихся учеников. Для школьников вообще достаточно либо один, например, ГОСТ-2018, и с 2008, они же не пишут ВКР, да, какие-то письменные работы выполняют, и с 2008, например, оформление за текстовые ссылки или подстрочная ссылка, а список источников, опять же, вы по-разному можете им предложить сделать. Либо они все делают по ГОСТу 2008, тогда им объясняем, что тот список, который вы приводите в конце, это не список источников, это список ссылок, которые вы использовали в тексте. Да, при статейной библиографии, вот как в научных журналах, они же так и делают. Либо делаем за текстовую ссылку в тексте, а вот здесь оформляем, опять же, по одному ГОСТу 2018, и максимально в упрощенном варианте. То есть автор заглавия, место издания, издательство, год, количество страниц. Хотя бы с этого начать. Когда они научатся это делать, постепенно добавлять элементы, по чуть-чуть, так, чтобы они уже... Не все библиографическое описание из ГОСТа полностью, как это нужно для библиотечных каталогов, на них вываливать со всеми СБНами, нумерованные, ненумерованные страницы, квадратными, неквадратными скобками. Не-не-не, ни в коем случае. Хотя бы пускай простую структуру освоят и запомнят, что дать ссылку на электронный ресурс, это не значит просто из адресной строки скопировать электронный адрес, и все, и на этом успокоиться. А то же самое. Автор заглавия, только вот вместо выходных данных, ну, хорошо, пусть у них будет область примечений, там будет написан электронный адрес. Вот в простых каких-то вещах, пускай они со школы, там с колледжей, но начнут вот это делать. Когда они это уже спокойно делают, тогда потихонечку добавляем другие элементы, привносим, говоря, вообще это более правильно сделать вот так. И один из ГОСТов по оформлению текстов, опять же, по оформлению текста, что выделяем жирным, как выделяем. Вот это можно подсмотреть в ГОСТах и взять для методичек, опять же, в упрощенном варианте это написать. Ну, вот, коллеги, так маленькое пожелание по школьникам и колледжам, ну, и первокурсникам тоже. Ну, вот мы с вами к концу нашей сегодняшней встречи благополучно добрались. По основным ГОСТам обзор такое путешествие совершили. И где искать стандарты? Сейчас вам покажу несколько полезных ресурсов. В презентации они есть. Консорциум-кодекс, да, электронный фонд правовой нормативно-технической документации вообще великолепный ресурс. Вот здесь все ГОСТы можно найти. Не всегда проекты, например, некоторых ГОСТов там нельзя скачать без регистрации. Регистрация очень быстро проходит, буквально считанные вот секунды. Зарегистрируйтесь, тогда вам будут доступны еще дополнительные функционалы. Это все бесплатно абсолютно. Можно отсюда все искать, смотреть и брать. Система Гаран Декипедия. И вот сделали перед Новым годом вот такую вот вещь. Раньше для себя делала, потом решил поделиться с миром. Стандарты для разработки методических рекомендаций. Есть у нас такой раздел ГАСТАТЕКО. Такая небольшая библиотечка сейчас электронную делаем. Библиотека-навигатор. Для небиблиографов. Вот ссылочку я вам тоже на нее даю. Там тоже в разделе ГАСТАТЕКО. Вот сегодня я открою эти ГАСТА, о которых мы сегодня говорили. Там не сами тексты, они сразу ведут на нужный текст. В консорцию МИКодекс стоят ссылки. Просто чтобы вам здесь по поисковикам не искать, они уже здесь немножко собраны, сгруппированы. И легче найти. Отсюда сразу вы открываете полный текст нужного ГАСТА. И сейчас я посмотрю вопросы и покажу вам, как это выглядит. Так, сейчас посмотрим. Есть Наталья Мулькова. Есть ли заглавие у списка затекстовых ссылок? Встречала вариант библиографический список. Насколько это корректно? Смотрите, затекстовые ссылки. Ну да, наверное, можно. Такого жесткого требования, правила нет. Но есть, опять же, так повелось. По традиции мы пишем список литературы, список использованной литературы для списка источников. Не затекстовых ссылок, а именно списка источников как отдельного элемента справочного библиографического нашей работы. Как библиографический указатель. А список самих ссылок, да, может быть, библиография иногда называют. Библиографический список, но не очень. Здесь, понимаете, мне вот кажется, немножко смешение происходит. Библиографический список чего? Ссылок. Иногда пишут там пристатейная библиография, прикнижная библиография. Так можно писать список затекстовых ссылок или затекстовые ссылки, или ссылки. Ну, вот слово список, оно немножко, не будет ли оно разбивать самих студентов? Где список, где ссылки, и чтобы опять не запутаться. Если используется только список выносок, да, и нет по ГОСТу 2018, а только по ГОСТу 2008, тогда можно писать там список библиографических ссылок, наверное, вот так. Список ссылок. Из списка мы указываем ссылки, тогда понятно, о чем идет речь. Но если у вас есть еще и список источников, которые по ГОСТу 2018 делаются, то тогда надо разделить, чтобы вот здесь слово, в ссылках слово список не звучало. Не самим не путаться, ни студентов, ни частных, ни научных руководителей не запутывать. Список использованной и цитируемой литературы Ольги Худяковой. Да, называют по-разному. Использованной, только иногда студенты любят писать список используемой. То есть получается, что работа еще пишется, и эта литература до сих пор еще используется. Ну, вот они иногда так делают. Цитируемой литературы. Да, можно, вариант придумывают разным. Систематическая ссылка Ирина Петрикеева. Что такое систематическая ссылка? Не знаю, наверное, повторяющаяся, да? Систематически повторяющаяся. Трудно сказать. У нас есть повторные, у нас есть первичные ссылки, у нас есть полные, краткие. А систематическая, ну, скорее всего, наверное, к разряду повторяющихся относится. Которая постоянно повторяется в работе. Вопрос, когда в положении прописано использование двух списков, перечня ссылок и списка источников. А, все, поняла, Наталья Малькова. Да, ну, вот как раз мы это два. Вот видите, в положении прописано использование двух списков и перечень ссылок, и список источников затекстовых. Вот в положении, если прописано два списка, вот тогда да, тогда мы делаем. Но только посмотрите, чтобы лучше названия не смешивались, не избивались толка ни научных руководителей, ни студентов. Тогда может быть список затекстовых ссылок или список библиографических ссылок, а это список использованной литературы или список источников. Вот тогда уже понятно, где чего находится. ГОСТ-2011 по оформлению диссертации, действующий в нем список источников, оформляется по ГОСТу-2003. Вот, коллеги, да, Наталья Донцова, хороший вопрос по поводу ГОСТа по оформлению диссертации авторефератов. Да, в нем список источников приводится. Примеры оформления по ГОСТу-2003, который у нас на территории Российской Федерации уже не действует, а действует ГОСТ-2018, поэтому какой все-таки оформляет список в диссертациях? Вопрос, наверное, от диссертанта, если я не ошибаюсь, да. Так, сейчас я посмотрю, Наталья Донцова. Если, если... Да, Наталья Малякова, в принципе, все списки библиографические. Самое главное, чтобы названий просто не было. Наталья Донцова, если... Скорее всего, вопрос от диссертанта. Не знаю, по какому ГОСТу оформлять списки в диссертациях. Более того, скажу, не знает никто с достоверностью 100%. К сожалению, этот вопрос на не ответит никто. Смотрите методически. Вот здесь как раз тот самый случай, когда все зависит от методических рекомендаций вашего диссовета, в котором вы собираетесь защищаться. Что там творится, это... Сложный вопрос. Кто по 2003 ГОСТу? Кто уже по 2018? Разные требования в разных диссоветах. То так, то это. Кто... Говорят по ГОСТу. Делайте все по ГОСТу оформления диссертации авторефератов, вот как написано в 2011. А вы сталкиваетесь с вопросом, когда вам нужно обратиться непосредственно к ГОСТу по ссылкам или по ссылкам-то, ладно, по библиографическим описаниям. Там идет ссылка на 2003, а у нас 2018. Спрашивайте тех, кто пишет методические рекомендации. Как быть в этом случае? Какой ГОСТ мне смотреть? 2018 или 2003? Но это вот сейчас очень сложный момент. Наталья, я просто сочувствую всем диссертантам, кто с этим сталкивается. Здесь, да, действительно, только по требованиям конкретных диссоветов смотреть. Если там сказано 2003, и все, и никак, и они на этом стоят, то самовольничать, конечно, нужно. Нам же нужно защититься. Смотрим, какие требования в АК, если это все соотносится. Ну, тогда по 2003. Что же делать? Не все еще перешли, к сожалению. Пока помогаем оформлять по 2003. Ну, вот с коллегами разговаривала, кто занимается работой с аспирантом, непосредственно Наталья Матестова-Логачева у нас ведет курс по подготовке к диссертациям. Тоже в ужасе, тоже в шоке. Вот, да, разброты, шатания, Наталья. Но если у вас согласовать просто нужно с ВАК, и, в принципе, можно переходить на 2018, если запреты не будут, если у вас свой диссовет, да, и вы имеете возможность принимать участие в этих разработках, но тогда лучше переходить на 2018. Все равно рано или поздно мы на него все перейдем с теми или иными потерями. Владимир Грещук. Список источников или список литературы, как трактует ГОСТ? А никак. А вот никак Владимир Грещук ГОСТ не трактует. И список литературы указывают, и список использованной литературы, и список источников. Но список источников – это все-таки более не совсем корректно. Какие источники, что за источники. Чаще всего используется список использованной литературы. То есть мы ее использовали, мы каким-то образом с ней работали, мы ее цитировали, мы ее читали, мы из нее дергали кусочки, вставляли в нашу работу. Что-то мы с ней делали, мы ее как-то использовали. Чаще всего используется все-таки это определение для обозначения списка к письменным работам. А вот такого жесткого определения ГОСТа, что вот только так и так ВКР пишем, к счастью или к сожалению у нас нет. Использовали и выбросили – да. Иногда использовали, даже не читая. Такое бывает, встречается. Да, использован. Ну вот пока вот так. Ну да, чаще я сейчас просто пытаюсь вспомнить разные варианты. Чаще всего ВКР пишется, ну так список использованной литературы. Может не очень звучит, но тем не менее, все-таки больше как-то отвечает. Поэтому, если просто библиография, какая библиография? Библиография может быть рекомендательна. Может быть сюда включены еще источники, которые мы рекомендуем прочитать в развитии данной тематики. То есть здесь надо подумать, можно использовать там библиографический список использованной литературы. Ну, только чтобы это тоже не было очень громоздко. Здесь можно думать над названиями. Понимаете, какая штука? Нет единого у нас, к сожалению или к счастью, уж не знаю, ГОСТа по оформлению студенческих работ, ВКР, вот такого единого для всех. Более того, на Западе тоже этого не существует. С методичками та же самая беда. И если вы посмотрите, вот эта в анонсе фраза, она тоже не была придумана, а действительно так. Если вы будете смотреть различные генераторы международных стилей оформления ссылок, там Гарвардский, Оскола и прочее, там всегда содержится такая напоминалка тем, кто пользуется этими генераторами. Обязательно проверяйте, рекомендовано, в обязательном порядке, сверяйте полученные результаты с рекомендациями ваших методических указаний, вашего учебного заведения, потому что они могут отличаться. Там еще большая беда. У нас в основном два ГОСТа, по библиографии, вот чисто библиографических, по описаниям и по ссылкам. И то мы умудряемся там запутаться. И говорим, да, на основании их вузы могут и кафедры, могут свои методички разрабатывать. Соответственно, будет креатив, но в рамках ГОСТа. А вот на Западе, на Западе та же самая история, только еще и похуже. У них нет единого, там, ГОСТ Великобритании по библиографическим описаниям. Есть консолидированный стандарт для всех вообще библиотек, членов ИФЛАМ по библиографическим описаниям. И на основании этого стандарта уже каждые страны, участницы ИФЛАМ, они разрабатывают с учетом своих национальных особенностей, традиций, сложившихся систем библиографии, каталогизаторских традиций. Они уже разрабатывают свои ГОСТы. Вот оттуда они вернутся. Они не просто ниоткуда. Они все очень похожи, но они все разные. А вот если посмотрите международные стили описания, у них в основном они привязаны к ассоциациям. То есть есть на территории США, например, ассоциация инженеров, ассоциация электриков, химиков, менеджеров и медиков. И у каждой свои издания, которые в этой ассоциации издаются, и у каждой свой стиль описания. Только у них не библиографические описания, а оформление ссылок, оформление работ, как правильно оформлять статьи. Вот свои методички. И если вы учились, например, в Гарварде и писали работу по гарвардскому стилю, а потом вдруг перевелись в Оксфорд, и вам нужно защищать эту работу, вам говорят, не, не пойдет, у вас по Гарварду, а надо по Асколе. И вам все надо переделать. Это абсолютно другой формат представления. Это абсолютно все другое. И вот это вот все надо переделать заново. И не на основе одного ГОСТа, а это совершенно по-другому. Другая структура, другое оформление, другие знаки, все по-другому. Если вы готовили публикацию для журнала, которая выходит в одной ассоциации, а потом в силу каких-то причин решили ее перенести, отдать текст в другую редакцию, здесь, например, отказали, а мы хотим вот туда, а она в другой ассоциации. А там уже стиль не APA, а AMA. И все замыло. И все другое. И другие генераторы, и другие руководства, и руководства у них такие хорошие. И издания они выдержат. У нас, дай бог, за последние 15 лет ГОСТ только по описаниям только первый раз поменялся. А в APA там, по-моему, уже около 30 изданий, если не больше 32, что ли, издания. Редакции изменений. Ну вот. Так что не все так страшно у нас. И не все так прекрасно у них. Ну вот. Этой радостной новостью и будем утешаться. Что не так все на самом деле страшно, и не все так печально. На самом деле со всем этим можно справиться. И достаточно знать только основные правила. Вот как раз чем мы и на нашем курсе, начиная со следующей недели, и будем заниматься, чтобы не пугаться, не бояться, и делать описания и ссылки правильно. И, коллеги, в конце я вам вот эту ссылочку в чат дам. То, что я вам говорила про вот эту гостотеку. Там у нас еще есть много чего. Здесь ГОСТы и библиографические, и которые нужны для методичек. И по международным стилям описания, краткие руководства. И ссылки на генераторы. В общем, такая вот навигаторская библиотека. Ссылку я вам даю. Адрес простой. Библиограмм.ру Это вот ссылка на один из разделов. То, что я вам в чат разместила. Зайдите, посмотрите. Можно использовать. Там много чего интересного есть. И она постоянно будет пополняться. Ну вот, коллеги, и все. Вроде бы на все вопросы ответила. Если вдруг что-то не успело, пожалуйста, не обижайтесь. Найдите меня на Фейсбуке. Есть наша группа «Библиография для небиблиографов». Можно там в личку задавать вопросы. Я на связи. Не всегда быстро, к сожалению, отвечу, но отвечу. Поэтому приходите. Вот в нашу группу тоже можно заходить. Ну и вот таким вот подарочком пользуйтесь. Гостотека. Да, Марина, это все открыто. Я же говорю, я делала для себя такие сборники. Вот чтобы не искать ГОСТы, потому что консорциуму все время нужно найти, открыть несколько текстов, еще посмотреть и постоянно забываешь. Закрыл, потом опять заново ищешь. Я их просто сделал такой сборничек. Раз, 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 раз. Открыл, они в новых вкладочках. Специально сделал, чтобы открывался не в этом окне, а в новых вкладочках. Открыл с текстами, поработал. Даже если потом закрыл и забыл, я знаю, где это найти. Такая подручная штука. Поэтому я и с вами делюсь, тоже пользуйтесь. Это просто именно навигатор такой. Там есть еще поискотека. Посмотрите, раздел тоже такой мы сделали. Вечный вопрос студентов. А где мне найти зарубежные диссертации по теме моей? Ничего нет. На. Вот тебе ресурсы, где есть зарубежные диссертации, в открытом доступе, которые спокойно можно смотреть, а многие даже и скачивают. Вот. И не говори мне после этого, что по теме твоей диссертации ничего нет. Давай искать. Вот это вот тоже такой полезный, полезный ресурсик тоже с вами поделилась. Смотрите. Ну и постоянно их там будем дополнять, что-то новое будет появляться. Это вот такой подручный помощник. Да, вот. Забирайте, пользуйтесь. Студентам тоже можно давать. Стараюсь включать проверенные ресурсы без всяких реклам и развлекательных порталов. Но если вдруг что-то там изменится или появится, пожалуйста, тоже мне сигнализируйте в личку. Потому что в две руки я все вот этот массив в зоне внимания удержать тоже не всегда могу. Поэтому ваша обратная связь тоже будет нужна. Ну вот, коллеги, на этом мы точно с вами уже завершаем нашу сегодняшнюю встречу. В следующий раз мы встретимся, наверное, уже то ли в конце февраля, то ли в марте. Сейчас просто со среды у нас... Владимир, так, крысов, генераторы не работают. Ага, спасибо. Посмотрю, что там у нас, что там случилось с генераторами. Посмотрим. Спасибо. Иногда настройки сбиваются. Не пугайтесь, просто пишите. Будем разбираться. Вот. Ну и, коллеги, так как у нас на следующей неделе начинается курс, поэтому следующий наш открытый вебинар где-то, по-моему, в феврале, если не в марте, состоится. Поэтому такой небольшой перерыв у нас будет. Но это время для... Все равно в группе мы активно будем общаться уже, наверное, и там. Ну и приходите на курс, кому нужно освоить все эти премудрости. С ссылками, описаниями тоже много чего полезного я вам там дам, покажу и расскажу. Ну вот, коллеги, на этом мы нашу сегодняшнюю встречу завершаем. Отдаю вам последнюю ссылку на страницу получения сертификатов после посещения вебинара. Вот она. Если не успеваете скачать ссылку или открыть, ничего страшного, вам на почту придет письмо, в котором будет указано о готовности вашего сертификата, проинформированной, и из письма вы тоже можете перейти на эту страницу, где оплатите и скачайте свой сертификат уже самостоятельно. Но если какие-то вопросы будут возникать, ответным письмом пишите нам. Постараемся вам помочь. На этом я с вами прощаюсь. Давно не виделись, поэтому немножко задержались. Всем хорошего настроения обязательно, крепкого здоровья, коллеги. Пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких. Будем встречаться в безопасной обстановке на платформе Директ Академии. и общаться, узнавать новое, познавать не поздно.